Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро. Начинаем работу в прямом эфире. Сегодня у нас утро на Болткоме и в студии экономист банка СЭП Данис Гашпуитис. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот многие экономисты обратили внимание на тот рост экономики, экономика, которая наблюдалась в третьем квартале. Понятно, что по сравнению со вторым кварталом на этом фоне выглядело все очень позитивно. Вот как вы сами это оцениваете и надолго ли этот рост, учитывая, что, ну, к сожалению, второй волны коронавируса избежать не удалось? Ну, то, что мы видели в третьем квартале, конечно, очень позитивная новость. И, конечно, это как бы создаёт такие хорошие условия для следующего времени. Я бы сказал, что это будет несколько месяцев до полгода, да. И, конечно, мы же видим уже, что вторая волна пошла. Но тут вопрос, что будет и как экономика выдержит это время. Потому что, конечно, надо готовиться к тому, что режим будет ужесточаться. Потому что, ну, если эти заболевания будут расти, то это может быть такой строгий режим, чтобы опять этот вирус взять под контролем. Это может быть где-то 3-4 недели. И в том случае, мы не знаем, это будет ещё, как бы, будет хватать один такой режим, или надо будет ещё несколько, да. Но это означает, что, я думаю, что экономика, ну, будет, ну, так, на таком, ну, стагнации в ближайшее время, да. Ну, надеемся, что в следующем году всё будет немножко по-другому. Если мы всё-таки говорим вот об этой ситуации, которая сейчас со второй волной, вот мы видим, что правительство, ну, медлит с введением чрезвычайной ситуации. У политиков на сей счёт разное мнение, почему не вводится. Ну, в кулуарах говорят о том, что, ну, каждое такое вот ограничение очень серьёзное, о котором вы сейчас тоже упомянули, стоит каких-то денег, если мы говорим о экономике, и не каких-то довольно больших. Кажется ли вам, что в этом, наверное, причина, почему до сих пор правительство всё-таки пытается обойтись без такого вот жёсткого режима чрезвычайной ситуации, даже как бы у весной, потому что за этим последует необходимость выплачивать эти пособия по-простую, поддержка, там, бизнеса, там, кредитные каникулы и всё-всё-всё, вот что с этим связано. Да. Ну, надо понять, что правительство в очень такой тяжелой ситуации, потому что они должны найти какой-то баланс, потому что если всё пойдёт просто так, как идёт, тогда, конечно, это будет хаос, и в конце экономик пострадает больше. И как показывала даже эта история, в том числе более 100 лет назад, те, которые держали какой-то режим, они, конечно, тоже пострадали, но возобновились быстрее. И это надо тоже понять. Если не будет никаких ограничений, тогда это может привести к более большому хаосу. И, конечно, в этом моменте, конечно, мы видим везде по мире правительство, ну, как бы, очень сдержанно насчёт новых ограничений. Конечно, там, где уже, ну, как бы, как бы, неконтролируемая ситуация, тогда уже там других возможностей нет. Но вообще, ну, как бы, стараются быть более эластичными, да, в том числе, если смотреть сейчас Франции, они тоже, как бы, все эти локдауны, они немножко эластичнее, чем были весной. И если смотреть насчёт латы, да, тогда я бы сказал, ну, нам не было, нам было довольно-таки мягкие ограничения, да, я думаю, что нам повезло. И я бы сказал, повезло бы в будущем, если мы, как бы, могли, ну, так же провести это время, да. Но надо это будет показывать, как это будет ещё зимой или начале весны. Весны, да. Да, это уже, ну, надо понять, что даже если мы будем, как бы, иметь такой режим, как весной, я бы сказал, тогда всё равно у нас будет довольно-таки хороший результат. Как Вы считаете, экономически, вот, правительство выдержит вот эту нагрузку, даже если мы сейчас говорим о тех ограничениях, которые, вот, как были весной, что у нас не будет такой ситуации, как, вот, не знаю, во Франции или в Германии, где закрылось всё, вот такой мягкий режим? Я бы сказал, что выдержит, потому что, я бы сказал, это как, ну, и потому что мы в Евросоюзе, и потому что нам будет помогать центральный банк и так далее, я думаю, что это, ну, ещё не проблема. Но другой вопрос, это будет, ну, ещё какой-то довольно реальный такой сценарий, ну, и даже с вакциной, да, этот вирус всё равно может оставаться на многие годы. И, конечно, это уже, ну, не для только Латвии, но для многих стран, которые много зависят от таких сфер, как туризм, да, он может не возобновиться даже, ну, в ближайшие годы. Это означает, что, ну, как бы, ну, это будет давить на потенциал экономик. То есть, я думаю, этот, эту волну мы выдержим, несмотря на то, что будет выше этот долг. Но вопрос, как мы будем, как, насколько это эффективно будет вакцина, и как вот насчёт таких следующих потенциальных волн, да, вот это уже довольно такой, ну, тяжёлый вопрос, да, если смотреть так. Но будем надеяться, что это, ну, как бы, ну, как бы, будет решиться, да, и решим это с вакциной. Да, ну, действительно, на вакцины, наверное, все надежды. Ну, вот, говоря ещё об экономике, ну, наверное, в ближайшее время, неделя, сколько осталось ещё сеймы для принятия бюджета во втором чтении, окончательном, и бюджетного пакета. Вот здесь мнения тоже разделились по поводу бюджета. Ну, сторонники такой жёсткой фискальной дисциплины говорят, что, несмотря на пандемию, там, не знаю, на вторую волну кризиса, всё-таки вот наращивать долг 3,8% от ВВП – это очень, как бы, неосмотрительно. Есть и другое мнение, которое говорит о том, что, ну, сейчас такая ситуация, весь мир вот живёт вот в непонятной сценарии, как-то дальше всё будет происходить, и если даже был бы дефицит больше, там, не знаю, 4, 5, 6%, ничего страшного. Вот сейчас то время, когда, к сожалению, нужно об этих, там, не знаю, масс-риских критериев и прочих забыть, и думать вообще, как поддерживать людей, чтобы они выжили элементарно. Вот ваше мнение на сей счёт. Я думаю, что, по сути, я тоже такой сторонник дисциплины, но если смотреть разумно, тогда, конечно, если то, что мы видим, что вторая волна только в начале, и то, что может произойти, я думаю, что мы можем и должны немножко повышать дефицит, чтобы экономика это, как бы, переносла, ну, как бы, легче, да, потому что, ну, то, что в это время могут закрыться очень многие предприятия в туризме, да, и если мы надеемся, что это всё будет решаться, конечно, мы не будем в выигрыше, если будем иметь меньше дефицит, да, и если многие такие большие предприятия, которые могли бы быстро взять какой-то новый поток туристов, да, я думаю, что нам надо, ну, как бы, немножко всё равно повысить дефицит, чтобы выдержали этот кризис, да, и если смотреть в целом, я думаю, что всё равно мы в этой ситуации более, ну, как бы, стабильнее, чем другие страны, чем Испания и другие такие, чтобы, ну, мы могли это позволить. – Что касается бюджета, вот, развиваю эту тему, на ваш взгляд, вот, он оптимален, почему я спрашиваю, потому что на днях, да, вы же тоже в социальной сети, в Твиттере заметили, чтобы поддерживать эту динамику, вот, которая была в третьем квартале, надо правительству действовать так проактивно, да, вот, может быть, чуть поясните, что такое, вот, проактивно действует вот в этой такой сложной ситуации? – Ну, это, когда, ну, конечно, эта неясность, она только будет расти, конечно, многие предприниматели будут сдерживать свои инвестиции, и, конечно, тут может, как бы, вступить в самоправление и государство, как бы, поддержать и строить, и инвестировать какие-то другие цифровые технологии, процессы, которые могли этот, ну, кризис, как бы, пережить легче, потому что то, что мы видели, что в начале первой волны бизнес, как бы, более тщательно смотрел на все эти цифровые, ну, как бы, направления, но когда мы опросили уже в середине, в конце лета, тогда мы видели этот, ну, как бы, фокус немножко снизился, да, что означает, что, как бы, многие подумали, что это уже позади, и все будет как раньше, да. Я думаю, что так или иначе этот кризис только дал толчок к этому направлению, и тут, я думаю, это правильное время, где может правительство немножко этот процесс подтолкнуть, потому что, если смотреть в целом, и в этом цифровых индексах Евросоюза даже, ну, очень-очень низко, да, я это, думаю, это тоже вопрос о конкурентной способности, и если правительство есть проактивное, конечно, она тоже очень много надеется на этот фонд, который будет от Евросоюза, но это тоже, если смотреть реалистично, это может быть, ну, где-то вторая половина следующего года, то есть, где-то полгода больше, ну, правительство должна как-то сама проактивно реагировать на процесс возможной, как бы, снижения активности в экономике. Если мы говорим о тех налоговых изменениях, которые, вот, есть в бюджетном пакете, вот что вы о них скажете? Я так понимаю, что изначально еще до пандемии планировались более серьезные широкие изменения, но сейчас ситуация такова, что, ну, фактически ограничились вот основными моментами микропредприятия, снижение на 1% вот этого социального налога, я так понимаю, авторские вознаграждения, вот попытку упорядочить, вот как вам кажется, достаточно ли вообще эти меры, и нужны ли они были сейчас? Ну, меры нужны были, но это не, как бы, правильное время, да. И, конечно, тут это большая инерция, но, конечно, я думаю, что это надо очень быстро, тот же предыдущий вопрос, проактивно реагировать, да, чтобы, ну, если у многих отраслей, работников вообще, ну, не будет или будут очень ограниченные доходы, то есть сейчас как-то изменить и, как бы, повысить налоговое время, даже если это разумно, если смотреть в долгосрочную перспективу, то это, я думаю, ну, не думаю, но это, конечно, очень неправильно, да, я думаю, что, ну, это надо подождать, когда ситуация, да, как бы, стабилизируется, и тогда провести эти реформы, да, ну, я думаю, это направление неизбежно в целом, если смотреть долгосрочно. Ну, наверное, что касается микропредприятий, можно было и подождать, да? Ну, да, ну, я думаю, да, в нынешние моменты, да, конечно, так или иначе, если это разумно, все изменения, как бы, нужно переспондирать свой бизнес, этот модель бизнеса, как-то, и если в такой ситуации, я думаю, ну, это, ну, не будет способствовать экономике, если нам надо, ну, это, ну, даже стимулировать, да, если мы видим, что очень многие страны даже снижают налоговое время, чтобы, ну, как бы, предприниматели как-то, ну, выдержали, да, ну, если мы не снижаем, то не повышаем. Вот еще такой момент, на который я помню, вы тоже в своих комментариях обращаете внимание, что в третьем квартале, ну, это не только в Латвии тенденция, по всей Европе резко возросла розница, ну, то есть потребление. Люди стали больше тратить, видимо, после этого кризиса, но нет ли здесь парадокса и не ошиблись ли в том числе и жители Латвии, которые начали активно тратить, не думая о том, что наступит зима, может быть, возникнут проблемы с работой, экономика затормозится и, может быть, наоборот, надо было вот те накопления, ну, к примеру, у кого были в банках, вообще не трогать и оставить, не знаю, на черный день, как говорится. Вот как вам кажется? Это больше такой психологический момент? Ну, если смотреть так, что, конечно, тут зависит это от каждого лично, да, но если смотреть в целом, тогда, в целом тогда тоже Латвии депозиты, накопления продолжали расти, то есть в целом тоже, ну, как бы... Такого падения не было. Нет, это в том же других странах накопления депозиты рекордные, рекордные, да. Просто люди, многие, ну, как бы, там, где не могли потребить, да, они прошли, просто, как бы, переправили в розничную торговлю, да, это создало такие условия для розничной торговли, да, это, ну, я бы думаю, я думаю, что это в основном это сыграло, да, просто люди не смогли где-то ехать и просто идти в ресторан и так далее, они просто покупали разные вещи и так далее, да. Но, с другой стороны, тоже это сыграл такой момент, когда, конечно, большинство, как бы, думал, что и надеялся, что это все позади, и это, как бы, не повторится, да. Но в целом это то, что розничная торговля была, та возможность, где они могли как-то, как бы... Да, вот, что касается минимальной заработной платы, в следующем году она предусмотрена 500 евро, ну, мы знаем, что политики еще до выборов обещали 3 по 500, это знаменитое такое обещание, но все-таки, вот, на ваш взгляд, вот, сейчас в условиях, вот, кризиса, вызванного пандемией, повышения минимальной заработной платы, это оправдано, потому что ведь это за собой повлечет все остальные расходы, те, у кого были 500, им, соответственно, надо будет повышать там и так далее, и так далее по цепочке. Ну, да, тут тоже надо было подойти извешенно, но надо понять, что в целом, ну, как бы, этот процесс, он уже довольно такой, ну, такой сильный, да, и тут, если смотреть, конечно, это большинство, они тоже все равно зарабатывают больше, чем минимальная заработная плата, да, и, конечно, тут надо понять, что, ну, если нет каких-то очень таких больших, ну, как бы, кризисов, да, нам надо поднимать и создавать это давление, да, то, что мы не сделали в предыдущих годах и поднимали очень медленно, но мы теряемся в этой конкуренции, и поэтому нам надо создавать эти условия, чтобы люди не уезжали, потому что, если смотреть тоже эмиграции, да, ну, этот баланс, ну, люди будут уезжать все равно и даже ближайшие пять лет сто процентов, но нам надо смотреть на баланс, да, и если смотреть на баланс, тогда уже эстонцы, там, уже пять лет у них баланс позитивный, и литовцы получили позитивный, то есть мы должны создавать условия, чтобы этот баланс уже у нас становился позитивным, да, то есть давление на то, что поднимать заработные плат, она должна оставаться. Вот вполне возможно, что придется Латвии вернуться, если не завтра, там, ну, еще через неделю, но все равно придется вернуться к каким-то режимам более жестких ограничений, возможно, опять возникнет необходимость пособия по-простою, все-таки возвращаясь вот к той дискуссии, которая была весной и летом, не считаете ли вы, что второй раз все-таки нужно правительству, ну, подойти, ну, более гибко к этим пособиям и не только ориентироваться вот на те, не знаю, социальные платежи, которые делали вот работники или работодатели-заработников, потому что цель, насколько я понимаю, пособия по-простую, помочь просто людям выжить, да, ну, мы же понимаем, что минимальное пособие 180 евро, ну, как прожить на 180 евро, да, то есть тогда, если у нас в стране минимальная заработная плата, ну, сейчас 430, ну, было бы логичнее как-то от этой суммы плясать. Ну, этот вопрос такой политический, конечно, ну, я думаю, что, конечно, мы были более жесткие, да, эстонские ситуации были более щедрые, там не было таких условий, как у нас, чтобы получить, но правительство решило, что это может быть как инструмент, чтобы улучшить эту дисциплину платежей, да. Ну, если смотреть сейчас, конечно, надо работать проактивно и создавать какие возможные программы, если этот будет идти такой, как сейчас, да, конечно, поддержку надо будет опять возобновить, но тут надо смотреть, насколько она глубока, и, конечно, ну, тут тоже надо брать во внимание наши возможности, то есть, если, ну, как бы ситуация такая средняя, тогда, думаю, может быть, надо соблюдать какую-то дисциплину, просто, ну, как бы экономика так или иначе будет, ну, как, амортизировать всю ситуацию, потому что мы видим, что безработица в ближайшее время снизилась, но она, конечно, будет расти. Это понятно, да? Да, но если ситуация, ну, слишком усугубляется в каких-то особых отраслях, то, конечно, там надо будет немножко снизить эти ограничения, потому что мы видим в других странах, что если у людей нет возможности выжить, да, это уже, мы на этом не сэкономим, да, и тут надо эти, как бы, условия снизить, быть более, ну, как бы, если так сказать, щедрым, да, и, как бы, эти, в принципе, немножко ставить позади, да, но тут, я думаю, такой, ну, вопрос такой, походу, как будет развиваться ситуация, да? Даже и не в условиях пандемии, допустим, если бы ее не было, нет ли у вас такого ощущения, что у, ну, не знаю, у правительства или у государства нет такого, вот, как сейчас модно говорит, визии, нет такого представления о том, какие должны быть приоритеты у экономики, как должна экономика развиваться, я почему спрашиваю, ну, мы видим, что у нас еще и до пандемии возникли серьезные проблемы с транзитом, это не секрет, мы видим, какой был, ну, катастрофический, не катастрофический, но довольно большой объем падения грузопотока и через порты, и по железной дороге, еще не связан с пандемией, может быть, из-за этих всех геополитических потрясений, но был, мы знаем, что вот эта вся история с нерезидентским банковским бизнесом, она тоже закончена, в таком виде она уже не будет, и тогда возникает вопрос, вот на чем Латвия будет зарабатывать, потому что даже сейчас, насколько я понимаю, правительство само тревожится, сможем ли мы вот взять или получить, освоить эти деньги, которые мы получим из этого фонда стабилизации Европейского Союза, вы в самом начале упомянули, что вот может помочь там Центробанк, Европейский Союз, но я так понимаю, что проектов-то особых нет? Ну, это может быть одна из таких больших проблем, да, но если смотреть транзит, конечно, нам тут больших возможностей альтернатив российских углей, там нефтепродуктов не было, да, в том числе и какая-то доля была, белорусская доля, да, и, конечно, там, если смотреть инвестиции, там были миллиарды, вопрос тут, ну, надо было понять, что это все равно и временно, если смотреть, как бы, политик России, если смотреть так в целом, конечно, стратегии, такие цели, у нас имеется, да, проблема в том, что, как бы, нету такой ясной приоритеты, которые все знают, если так посмотреть документов, там можно найти все, и, конечно, на то, что работа и так далее, да, и если смотреть этот новый фонд, тогда, конечно, нам, где нам надо смотреть и подрабатывать, это все эти зеленые инициативы, да, и, конечно, тут тоже зависит, конечно, от правительства, но и предпринимателей, как они чувствуют это новое направление, как они смотрят, как, если какие инвестиционные проекты, да, потому что это направление, направление, оно, ну, будет только усиляться, и цифровые направления, то тоже, если смотреть уровень, как бы, таких цифровых разных услуг у нашего бизнеса, они очень-очень низкие, даже слишком низкие, и тут вот как зарабатывать, это вот направление в этом, в эту сторону, и я бы сказал, что тут еще есть такое большое, большое направление, которое может продвигать самоуправление Риги, да, потому что эти, все эти центры, да, которые, которые, ну, обслуживают таких больших компаний, да, где очень хорошие заработные платы и так далее, да, которые подняли Вильнюс, особенно, да, я думаю, что это тоже надо более, ну, как бы, более тщательно к этой идее подойти, потому что, если посмотреть даже по порталам, все эти идеи, которые будут строиться, все офисные центры и, как бы, другие, что будет произойти в Таллине и в Вильнюсе, да, по сравнению, что, ну, очень мало здесь строится, я думаю, тут надо, вот, я думаю, даже не надо какие-то большие стратегии, что вот надо над этим подработать, чтобы, как бы, экономика чувствовал, и, конечно, тут, я думаю, ну, так или иначе, мы можем тоже взять эту идею о индустриализации, ну, по, как бы, на, как мы сегодня это понимаем, да, но все равно, как бы, это можем, можем и должны это продвигать эту идею, да, потому что, как вы и сказали, тоже это ситуация на счет этих инвестиционных виз, или, как бы, финансовой, финансовом мосту, да, эти идеи пока отложены, но я думаю, что промышленность, да, обрабатываем промышленность и все эти IT, цифровые идеи, это, ну, как бы, эти возможности, которые мы должны продвигать. Да, вот такой вопрос хотел задать, но вот продолжение, может быть, того, что вы сказали, если действительно сейчас, вот, не знаю, провести опрос и спросить там у жителей Латвии, вот, а что вообще, какой вот интересный такой, не знаю, инвестиционный проект есть у государства, что мы в ближайшее время увидим, ну, кроме Райл Балтик, это тоже, конечно, это масштабный проект, правда, я так понимаю, что его начало все время перекладывается, перекладывается, но, вероятно, все-таки в итоге он будет, мы надеемся, то, в принципе, люди могут сказать, что тюрьму в Лепе, то, что они слышали, и концертный зал. При всем уважении, не знаю, к тюрьме и концертному залу, ну, вряд ли это те объекты, которые дадут добавленную стоимость в перспективе. Да. Да. Вот это тревожит. Да, ну, я согласен, я об этом говорю, что нет таких проектов, и мы тоже говорим, что есть, ну, как бы, мы, как, ну, я бы сказал так, нам надо создавать скворечники, чтобы инвесторы там подошли, и нам надо создавать среду, конечно, тут надо работать и правительство, и Рижской дум вместе, да, чтобы эти проекты создавались, и мы видим, что Вильнюс может, Таллинн может, ну, и мы можем, конечно, да, над этим более, более, ну, как бы, тщательно работать, да. И, конечно, я думаю, что это такой неиспользованный экономический потенциал, и в том числе смотреть в сторону этой новой экономики, да, более зеленой, более цифровой. Ну, да, все-таки, что касается этих зеленых и цифровых возможностей, все-таки у нас есть предпосылки для этого. Да, есть, но, конечно, ну, тут, если так смотреть, ничего не стоит на месте, да, и в том, что мы могли там радоваться, что нам очень быстро интернет, это уже, ну, это, ну, так, очень временно, сейчас, как бы, немного людей в этом уже, как бы, сможешь удивить, да. И, конечно, это как, если по сравнению немножко, и, ну, что в Африке хорошие дороги, но там, ну, и надо их как-то использовать, и нам тут, если смотреть целом, интернет хороший, но, как бы, использованные эти, как бы, у людей эти навыки очень низкие, да, и мы тут уже где-то в конце Евросоюза, то есть нам надо понять, понять, как это улучшить, да, чтобы это, как бы, создавало нам какую-то пользу. Да, вот еще, может быть, такой важный момент, что касается инвесторов, вы упомянули, вот время от времени, ну, особенно сейчас, в последней неделе возникают такие дискуссии, что не слишком ли мы, вот, зарегулировали вот эту банковскую сферу, и инвесторы, когда они вообще решают приходить, сейчас уже возникает вопрос, откроют ли им здесь счет. Я понимаю, что можно работать, имея счет, там, не знаю, в Германии, в Австрии, в Швейцарии, но иногда, особенно если ты здесь создаешь компанию, важно иметь счет вот в Латвийском банке. Не слишком ли мы зарегулировали? Вы согласны вот с теми опасениями, которые высказывают там политики, включая там даже, и не только политики, президент банка Латвии сказал, что да, как-то мы, по-моему, перестарались тут? Ну, да, это, я бы сказал, что это волна этих регулирований была слишком быстро, и большая, чтобы, ну, мы адаптировались. И, конечно, тут, если надо понять, что каких-то мелких, мелких каких-то, ну, как бы, проблем, банк может получить шраф на очень большие деньги. И, конечно, тут вопрос, как создавать то, чтобы, ну, этот риск был такой, ну, как бы, ну, балансированный. А тут, я думаю, что мы над этим должны работать. И, конечно, тут, как бы, мы пошли слишком быстро по этой, по этой инициативе, потому что, я думаю, что тоже другие страны будут идти, и мы знаем, что такие похожие ревизии будут делаться в Эстонии и так далее. Но, конечно, тут, ну, как бы, нам создавались такие условия, чтобы, ну, мы были такие пионеры в этом случае, как бы, тоже, ну, немножко не перестарились. Но, как бы, ну, надо понять, что то, что мы не делали многие года, мы должны были сделать в рекорд-темпе. И, конечно, это, ну, как бы, ну, создавал такой стресс у всех, да, у политиков, у общения, у общества, и в том числе и у банков. Вот говоря еще по активности, ну, вот если дойдет дело до этой четвертой стадии, вот плана правительства, мы знаем, что есть четвертая стадия, когда фактически там большие ограничения вводятся. Ну, вот если там одно из ограничений, ну, к примеру, тоже приходит в голову, что вот эти вот предприятия общественного питания, ну, вот, не знаю, рестораны, кафе, они перестают кормить на месте только вот на вынос или вот доставка на дом. Может быть, надо тогда, не знаю, правительство действует проактивно, и те рестораны и кафе, которые там, не знаю, уже решают, что уже, не знаю, к примеру, сейчас, что вот да, нам нужно как можно быстрее ограничить распространение вируса, это значит, люди не должны толпиться, да, сидеть там за столиками и так далее, и так далее, все равно не всегда возможно обеспечить эти два метра, в ресторанах никто в маске не сидит, кушать надо, и вот мы решаем, что мы будем развозить, но государство должно действовать проактивно, не знаю, за это какие-то там, не знаю, налоговые скидки, уменьшение, там, не знаю, подоходного налога с предприятий, ну, как-то действует гибко, потому что такое создается ощущение, что говорят бизнесу, ну, максимум, что мы вам можем предоставить, это налоговые каникулы, но мы все понимаем, что такое налоговые каникулы, вот это же как кредитные каникулы, рано или поздно придется платить вдвойне текущие налоги и те налоги, которые вы не заплатили, ну, чудес не бывает. Ну, мое мнение такое было, что, конечно, нам надо снизить или вообще какое-то время взять этот НДС, например, да, с этой, потому что если у них нету каких-то, как бы, доходов, конечно, зачем там платить какие-то налоги, да, то есть ситуация такова, что они сейчас, большинство не будет работать насчет прибыли, они будут работать то, чтобы были какие-то доходы, чтобы удержать на плаву предприятий. И, конечно, тут тоже, что показал этот кризис и предыдущий, что лучше доплачивать немножко какие-то бонусы или какие-то дополнительные платы у предпринимателей, чтобы они, как бы, не увольняли, чем они увольняли, потом государство платило безработицу, пособие, и потом он искал новую работу или предприниматель искал новых работников. То есть поддержать на очень такой низкой активности более, ну, как бы, продуктивно, чем поставить вообще и закрыть предприятие. И если сейчас мы, как бы, снизим налоговое бремя, потому что так или иначе, например, от этих гостиниц и так далее, мы ничего, так и все равно не будем получать. Это понятно, да. И если далее, даже нам надо будет даже думать о каких-то, ну, как бы, ну, как бы, о какой-то поддержке, да, но это такой первый шаг, так, чтобы мы могли дать, чтобы они выжили, да. И это не дать, как вот это насчёт микропредприятий, что мы потом уже 10 лет потом говорим, что, о, это было только на какое-то время. Ну, дать, ну, вот, например, на год, чтобы они могли выдержать этот период и, как бы, возобновились, а потом уже всё по-старому, да. И это, как бы, направить только на те, которые, ну, вот, чувствуют, это, что, как бы, самая первая волна, это вообще кризис. Может быть, ещё такой вопрос, вот, если мы говорим о тенденциях, вот, которые мы все наблюдали, начиная с марта к нам пришёл вот коронавирус. Как изменилось, вот, вы, наверное, анализировали по видению людей с точки зрения, не знаю, кредитов, ипотеки. Вот люди стали более осторожны и прекратили брать кредиты, потому что, если мы посмотрим, ну, там, на рынок недвижимости, что касается ипотеки, ну, да, есть снижение, но сказать, что какое-то катастрофическое, вот, снижение, падение, вот, ценно-недвижимость нету. Может быть, я ошибаюсь, я не заметил. Да, ну, первые месяцы, конечно, снизилась эта активность, потому что, ну, как бы, неясность резко выросла. Люди стали просто осторожными, да, стали ждать. Да, многие просто тоже ждали, будет какие-то распродажи, большие скидки. И, конечно, то, что сейчас, ну, проблема в том, что предыдущие 10 лет ничего особенного не происходило, не строили настолько, сколько могли и так далее, да. Поэтому и тоже кризис, в том числе, ну, где, если смотреть по всему миру, да, ударил по тем отраслям, где доходы довольно низкие. То есть, довольно такая интересная ситуация, да, что ценно-недвижимость продолжает расти. И здесь тоже мы видим, что продавцы даже лучше не продают, чем снижают особенно цены. Есть какие-то скидки, да. Но, с другой стороны, те, которые хотят и могут покупать, те покупают. Конечно, вопрос о предложении, и многие, ну, то есть у нас предложение всё равно ограничено. И те, которые покупают, конечно, те, которые могут покупать, а те, которые нет, ну, как бы, ну, как бы дожидаются какой-то ситуации, да. Но, ну, в целом, я бы сказал, что эта активность будет оставаться, потому что, ну, в целом, эта отрасль, как бы, активность не возобновилась после кризиса, да. И это так бы создаёт такую, ну, такую, если можно сказать, кавичка стабильность, да, потому что те, которые могут, те покупают, и это экономика, а те, которые, у которых нет накопления и так далее, они, ну, как бы, это, ну, в этом рынке ожидают, потому что, если смотреть тоже, если есть какие-то новые проекты насчёт таких нормальных цен, если так можно верить, да, то они очень быстро распродаются, да. А мы видим, что издержки растут у предпринимателей, но тот же вопрос, какой сентимент в экономике, да, потому что, несмотря на то, что, ну, вот, есть это такое ощущение, не могут позволить и так далее, но индекс, который показывает, насколько люди могут позволить, он всё время растёт, да, то есть цены растут, но заработные платы в среднем, они растут быстрее, то есть это тоже такой вопрос восприятия, потому что, если смотреть 2006-2007 год, там, ну, люди могли позволить более-менее, чем сейчас, но они надеялись, был другой сентимент, восприятие был другой. Живые годы, все думают, что всё будет лучше, 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 да. Да, ну, вот сейчас и так есть, такая очень сдержанная активность, поэтому, я думаю, эти колебания и в дальнейшем будут, да, вниз или вверх, но они не будут настолько такими резкими, да, потому что, ну, как бы, нет такого потенциала. Может быть, такой последний вопрос, не зная, насколько всегда, наверное, прогнозы делать очень сложно, как вам кажется, всё-таки какие-то такие серьёзные экономические трудности у нас уже позади, или мы должны готовиться, что будет такая тяжёлая зима и весна неопределённая? Психологически, однозначно, это ещё тяжёлая впереди, потому что, ну, это, надо понять, что зима, декабрь, январь, даже февраль, да, они тёмные, и, конечно, если будет ограничение, ну, не должны все эти, которые, ёлки и так далее, они… Рождественские всегда скидки были, да, теперь тоже вообще непонятно, что будет, да. Ну, может быть, мы сможем ехать в центр что-то покупать, но все эти, как бы, мероприятия, они будут очень ограничены, может быть, даже вообще отложены, да. Так что, так психологически, психологически довольно может быть трудным, да. Экономически, я думаю, что тоже не будет легко, потому что, ну, будет какое-то время такая усталость, да. Так что, в целом, я бы сказал, что мы это переживём, но главное, как бы, крепиться психологически, да, и тут вот вопрос на то, насколько мы будем организированы, соблюдать все эти меры, потому что, так или иначе, кто-то верит в масках или не верит, ну, лучше, как бы, её, ну, как бы, употреблять, да, потому что… Хуже не будет точно. Хуже не будет, но это будет нам всем лучше, потому что, если мы сдержим этот вирус, да, и думаю, в целом, что, ну, как бы, такой момент ещё впереди, но я думаю, какой-то позитив будет в начале или конце этого года, когда появится какая-то вакцина, это уже будет создавать какой-то немножко такой конфиденции. Чувство безопасности, да. Ну, немножко, да, но надо понять, что тоже вакцина, нету вакцин, которые есть там стопроцентные, что означает, что так или иначе этот вирус будет оставаться, но это немножко снизить этот стресс. Самое главное – стресс и вот такое вот неведение, что дальше будет. Экономист Себбанка Данис Гашпуитис у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо.